да как у вас дела на слава богу живы здоровы переехали уже барнауле до барнаул да да говорите я сейчас подключу еще свет да чего тут говорить как бы в принципе читаю посещаю все как бы приходит постепенно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да нет давайте вопросы какие у вас есть вопросы они все касательно как бы православной веры все что соприкасается с верой то есть такие выписывал такие основные вопросы для себя получается вот есть притча да про винограда виноградаря который оставил твой дом да да который ну как бы на попечительство оставил чтобы ну как бы служащие там ухаживали матфея вроде бы 25 глава если я не ошибаюсь и там идет речь про отвергнутый камень когда он сам пришел сына своего послал и в итоге остался ни с чем и вот у меня вопрос по поводу от такого камня а станет ли отвергнутый камень во главе угла если отвергающий станет правильным вот как она будет касаться самого отвергающего я в принципе смысл притчи разобрался понимаю надеюсь что я правильно понимаю мы под камнем то разумеется христос но я по ним даже если не сразу человек принял есть раскаяние защита не похудел духа святого господь принимает все равно будет воля божья если он становится как бы слугой бога до служащим верующим то как бы это все приемлемо конечно в принципе как бы писание так и сказано что как бы так должно быть ну ладно дальше у меня еще вопрос такой вот люди как бы вот есть православная церковная атрибутика да то есть люди там православные кто карманные там носит писание кто распятие на груди носит ну разные лампадки иконки в машинах повсюду этого хватает как бы везде и всюду и вот господь же бог видит же это все через эти средства но если они истинны там посвященные православные то есть церквей не составляет ли ему это труда просто в такой кучей гуще событий разбираться в этом всем как бы это шумно ну что усложняет процесс проще мне кажется человеку прийти в храм там посетить попаститься соблюдать каноны как бы это будет намного проще чем просто носить в кармане какое-то там карманное описание тут надо смотреть то что господь говорит ни про какие карманы христос ни одного слова не говорил первое и самое наиважнейшее это родиться свыше получить другую природу и тогда вот все остальное уже во свете библии будешь рассматривать важно это или неважно и тебе не надо будет подсказывать на каждом углу а вот это так это не так сама душа запросит почему о рожденном свыше евангелист иоанн говорит слова которые православные вообще не могут даже принять пока им не додолбишь верующий в сына божий не грешит а впереди еще там 3 главен первом послании говорит верующий сына божий не может грешить как не может мы же все согрешаем при том как яков говорит много согрешаем то есть это не его природа он не устоял это споткнулся но его природа совершенно другая вот это надо понимать у нас как грешные супер грешные схожу исповедуюсь и чаще причащаясь а христос нигде этому не учил и второе условия быть водимым духом святым о чем очень точно выразился серафим саровский стяжание духа святого то есть вот в этом если вы попросите там у отца даст ли он вам вместо хлеба камень и так простящему как будто хлеба просит ответ и даст духа святого вот когда дух святой есть человек во всех сферах разбирается то что нужно для спасения души это нельзя не заучить и не понять мгновенно обстановка изменилась а как никак молишься и все связь с богом вот пенсию пенсию человеку дали все теперь я поеду гулять там по мощам по разным монастырям верующим сына божия поистине вадимый духом божьему не это будет искать он будет думать есть возможность если нужно тебе ехать которые не рядом живут родные наши близкие знакомые и рассказать возвестить заквасить закваску дал он будет думать только об одном чтобы жизнь не прекратилась пока я людей не оповещу что за них умер христос спаситель что голгофская жертва принята пока они убедиться он не может успокоиться почему внезапно человек умер он никогда уже не вернется на землю неверующие этого не понимают но я живу и живу семья дети хожу в храм ношу крестики там машины иконку повесил а душа вы храм бога живого когда мы это признали он говорил сейчас православную любого соберется общество или священника вы спросите скажите в вашем приходе здесь святые есть как святые ну как как написано писание будьте святы как я свят говорит господь православный никак он грешник да грешник а святой да какой я святой апостол павел пишет письмо и говорит святым избранным святыми называет всех которые уверовали во христа приняли его и христос входит в храм свой он где христос там святость и в это сомнение то того что нет христа он этого не понимает человек а надо быть церкви сектанты и ретики они не в церкви потому что христос основал церковь когда на земле был а не то что спустя 1600 лет там баптисты возникну там девятнадцатом веке адвентисты седьмого дня это не церковь это не устроение божие это отдельная группа людей верующих которые к церкви отношения никакого не имеют церковь одна и создана единожды а у них никто там 200 миллионов протестантов и они этого совершенно не понимают но мы даже им сказать кто-то из них принял что нет священства на может так собрали чтобы все баптисты решили попросили чтобы им руку положили можно но на это они не идут а почему я вижу невидимую сторону лукавый не дает этого это надо гордыню свою смирить да кто он такой патриарх я крути тебя патриарх не нравится пойди к папе римскому поговорить чтобы дали епископов которые ваших рукоположат ну конечно соблюдать каноны правила чтобы все рассказали ты но и никак не раз это понятно да это даже просматривается в свете событий которые сейчас в нашей стране происходят эти вот расколы всякие я как бы вот разговаривал вот я считаю каким образом перейдем до более к мирской жизни в том плане что вот вообще политика должна быть рычагом в руках церкви ну то есть власть должна быть рычагом руках церкви церковь выше политики намного в нашей стране получилось таким образом что церковь стала рычагом в руках власти что как бы неприемлемо ну ни для каких канонов ну как так это если бы наш филарет захотел бы этих рассоединения не углубляясь в эти мирские названия там томас это все как бы их получается если бы это было его волеизъявление не было бы вопросов а вот когда это волеизъявление какого-то правителя какого который решает так но у меня в душе вызывает это сомнение потому что как бы но я считаю это неправильно ну вообще я считаю что в каждой стране должно как быть вот в каждой стране своя церковь но подчиняться там даму константинополь это ясно это со времен еще крещение руси и довольно таки раньше происходило все но как бы а раньше же было и католическая церковь а у нас многие люди не те которые прихожане они считают их тоже какими-то не такими хотя мы все под одним крестом ходим вот время что собор петра павла они же были намного раньше стамбула намного раньше получается двоякая ситуация во всем ищется двоякость и пытается как бы найти уязвимость а для чего и уязвимость вот я этого тоже не понимаю как бы хотите так будет а хотите по-другому но будет по-другому в том плане что но мне все равно в какой храм ходить я верю в бога я верую в писание то есть у меня крест на груди я как бы не фанатически я верю но минимально верю соблюдаю канон и все остальное соблюдаю поэтому вот как бы я в принципе понял ответ на вопрос но я его и так понимаю но это все из-за того что как бы так ситуация складывается в мирской жизни вам проще вы вы настолько погружены в веру вы всю жизнь провели веря вы проповедуете вы несете слова вы из практически каждую букву и каждый знак знак пунктуации при ну как бы трактуете как сказано в писании вы себя так и ведете и поступаете как бы так каждый человек должен себя вести но среди городской мирской жизни и современности это очень сложно ну вот сейчас стремимся мы стараемся как быть как с этим всем смиряться ну а вот по поводу того что вы сказали ну что протестанты там другие церкви то не храм этом дом и молитвы у нас этого тоже очень хватает и вот у меня следующий вопрос тоже как бы назрел и получается у тебя сейчас озвучил так когда-то буквально там полгода назад вот я видел вот я иду там допустим храм и по пути храма я встречаю направление на другие храмы там свидетели и голы там дом и молитва там дома хлеба у нас этих секций ну вот этих общин обществу очень большое количество и вот я иду и думаю но если все равно как у православных так и у протестантов все равно они же пытаются там со свидетелями его там немного другой вопрос потому что они как бы не верует не в то как бы что веру православные и общины но вот все равно верят слово божье верят в писание это как бы одно из основных у нас кроме писания ничего как бы и нету ну так же но как верить вот они верят а по начнешь говорить по православному то они понимают совершенно неправильно простой вопрос о крещении даже как погружать а сектанты на спину опрокидают в воду это положение во гроб христос умер стоя вот так и должен человек подниматься и опускаться это внешнее теперь они толкует о тысячелетиям царства да это к спасению не относится нет это относится вот допустим мы живем в сибири и сейчас я буду всем говорить знаете у нас зимы не будет здесь будет 30 градусов каждый день жара не надо угля не надо окна заклеивать не надо дров картошку не готовьте ничего здесь будет лето верующие не будут страдать от холода допустим кто-то поверил а вот она такая погода и человек погиб у него ничего нет ни скотини не заготовил не сеном вот это ложное учение сектантов они говорят тысячелетнее царство будет верующие будут на земле они страдать не будут их там потом бог возьмет на тысячу лет писание не говорит так она говорит оставьте расти вместе до жатвы плевел и пшеница жапа кончина века а то не мы говорим а то христос говорит я ему говорю он глаза делает к стеклянной и вообще не видит их на считай до жатвы он говорит ну да это сейчас я груда жатву повтори он не может повторить вас сектан приехал не по это сказать православный приехал из сергиевой там где загорск стали говорите да вот знаете вот такие там есть это там кришнаиты это тоже это знаете вот ну и дальше начинает хабарда понятию зачем тебе это надо такую даль ехал деяние апостола в 4 12 говорится и нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись нет стоит агур ты можешь поверить это я открываю евангелие считай он не может прочитать человек грамотное высшее образование игры считать слух он молчит и говорю почему не считаешь а у меня не 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 язык не ворочается сатана сковал буквально это бывает редко так до этого разговаривал такая речь хорошего не устроена предложение идет он не может прочитать сатана ему связал язык почему потому что он уже зацепил его да и кришнаиты спасутся лишь бы хорошим быть до хороших в аду много верующих сына божий иметь жизнь меч а не верующий не увидеть жизни не увидит но гнев божий пребывает на нем неверующий богу представляет его лживым так я же не говорил нет если человек не верит он бога считает лжецом тут по-другому все язык не говорил а действие показала и так он не прочитал для зачем ты сюда ехал серьги посад ты посчитал умилился подними руки к небу и скажи господи я благодарю тебя ты открыл мне это я никуда не пойду ни налево ни направо есть храмы есть священники нам уже все оставлено обязательно вот извините я перебью ну как бы дальше наш вопрос как бы задал не задал в любом случае вот они проще ли у господу бога просто от искать истина верующих и обращать в истинную веру ведь много протестантов которые со временем ну я не знаю статистику но ведомо есть такая статистика которая свидетельствует о том что он был протестантом а стал православным вот что-то что-то какое-то озарение пришло к нему и все и как бы это что же воля божья может быть богу так проще знаете или какой-то блудник и там не понятно кто которые там вообще никакие не понятия и канона ничего не соблюдает и не знает и тяжело им к этому будет прийти и среди таких же господь бог ему сложно найти а среди верующих которые уже на полпутия он им помогать и тех он и ищет может быть ему все таки так проще и может быть на все воле божье я понимаю что свидетели иеговы это вообще неприемлемо но и тем не менее они люди я много общался с ними ко мне много они подсаживались и и в европе даже я просто сидел на автобус и там час до автобуса оставался я в париже сидел и ко мне подсели свидетели иеговы я с ними разговаривал ну на обычных таких благодатных тонах и все равно как бы они люди ну не верят они в троицу не верят они в иконы как бы в писании написано и есть иконы в другом месте написано нету это как бы тоже для понимания а может быть сам апостол неправильно понимал это тоже важно понимать я не говорю там что они плохие но тем не менее они соблюдают а такие как пятидесятники они делают вот этот вот жест руками я не знаю как его правильно просто звучит а в православии этого нету храм вот я прихожу там все скромно и как бы постепенно а как вы понимаете тогда послание к титу 3 глава 10 11 стих еретика после первого и второго вразумления отвращайся ибо он что самый осужден он осудил себя закон хороший он еретик ересь апостол павел горит ни один еретик старца божия не войдет да он хорошие ретики ариане были хорошие церковь отвергла это не так что он а может как-то никак надо замыслить категориями священного писания бог ограничил четкая граница церкви там должно быть священство от апостольских времен рукоположения если нету то никто самозванное общество а почему и в давайте посмотрим ветхозаветние были образы для нас 1 коринфянам 10 гола 6 11 стихи это были образы для нас потом плохие образы чтобы мы не были походливы на зло и как они походливы это написано для нас достигших последних веков чтобы мы не были как они вот дофан аверон и корей с ними 250 мужей именитых князья все они к моисею сказали а почему только ты чем мы хуже он горит завтра господь покажет завтра и завтра было так земля разверзлась шатрами с женами со скотиной все провалились преисподней живьем они ничего не делали они не крещали не ругались они отошли от общества моисея аарона бог избрал а их не избрал и пал огонь с неба и 250 мужей спалил а кодильницы в руках были также ладом все махали а теперь кодильницы сказал господь это расправить их и алтарь должен быть жертвенник обитый чтобы все время помнили а церкви не шагу никуда наши разговоры ничего не значит бог сказал леви на колено на там были такие что женщинами спали как считаем сыновья или ов не финис не надо спали бог их убьет накажет а другой никак вот царь озия это 6 глава об этом говорит порока исаи хороший царь бог его укрепил написано в стране мир но дальше написано над милость сердце его и он взял тогда кодильницу и решил покодить его священники обступили говорит царь нельзя это это только мы мы священники нам бог это дал а ты он готовы такие как только разливался лицо сразу покрылась проказы и он это почувствовал и стал уходить но согласно закону он должен быть за городом но ему отдельный дом далее он не выходил но в городе жил и за то что он прокажен и жил ну по нашему ну все заразу ликвидировали блокировали нет бог отнял все от пророков ни один пророк не может с богом разговаривать пока он не умрет понимаете бог не нашими мерками такие ладно они хорошие я говорил с ними бога другие мерки вот по нашему если рассудить я спрашиваю вот ягнят кололи для чего ягненок еще не понимают барашка козленка резали зачем на пасху а это указывало на жертву иисуса христа поэтому евангелие от яна 1 29 ян креститель говорит вот агнец божий который берет на себя грех мир если бы мы не знали про ягнят мы бы не поняли какой ягнец в чем дело а а я им говорю скажите а вот скрижали они на что указывали это было тенью образ в новом завете сектанты ничего не могут сказать я говорю это означает сын божий слова там написано слово божие это слово сошло вначале было слово а ковчег что означал они ничего не знают вы думаете что они считают смотреть книгу добить их пигу они не понимают а раз не понимает они идут другом направлении я говорю там богородица они и не признают говорят у нее дети были то есть они блудодействует умом и что вот мы считаем 3 5 глава 1 книга царств ковчег божий был в плену и когда он возвращался его молодые телицы тёлки везли а люди там бессомиссии были на поле все еще картина радужная хорошая погода все жнут хлеб снопы молотят а кто-то говорит там везут ковчег какой ковчег ну который святая святых он в плену был а сейчас его везут и везут одни коровы никого нету и что так посмотреть можно ну по нашему давайте они согрешили этим что хотят посмотреть нет они видят издалека ну надо вовнутрь посмотреть то там слово лежит скрижали подошли посмотрели посмотрели там еще они плевали они иконы не рубили как баптисты они не смеялись еще это библия нам говорит и бог его убил 50 тысяч и 70 человек это в сталинградской битве даже в один день столько не погибало даже на курской дуге столько не погибало в один день я спрашиваю за что они надо рассуждать и реки ки заглянули божья матерь она бы оставалась дева или нет как 714 пророка исаи говорит все дева ваше приеме ты родит сына и нарекут имя ему мануил царь вечности отец вечности вот кто он такой они ничего не делали повторяю это не два не три человека возьмите рай вот ешьте ухаживайте но они прикасайтесь к одному дереву от дерева добра и зла познания что там плодов было сколько сто двести я не знаю но она сорвала плод написано не плоды плод один но сейчас допустим садовник который в саду ухаживает он сорвет одно и грушу там и яблоко что ему будет да ничего не будет бог сказал в день когда ты вкусишь смертью умрешь по-человечески это вообще не понять и вы подумайте умерла уже из-за этого плода 100 миллиардов миллиардов да я понимаю за что когда читаю когда слушаю проповеди смотрю как был канал ваш читаю слушаю других как бы которые ведают и вот я натыкаюсь тоже на такие моменты которые вот знаете как это тяжело да можно такую аллегорию привести точнее метафору вот если едешь на железнодорожном переезде и будь там шлагбаум не будь там шлагбаум все равно нужно соблюдать то есть остановиться нужно вот я вот читаю писание и вот натыкаюсь на такие моменты когда начинает включаться логика и как бы попытки какие то вот ну вот я чувствую что это плохое я там просто перекрестился и отодвигаюсь потому что я вижу что это может загнать в такую пучину безвозвратную то есть это сатана скорее всего делает такие моменты чтобы я вот копался в этом пытался там сам себя обманывал или ты обманываешь сам себя читай дальше вот я просто перекрестился закрыл и в другой день что я уже не вижу этого я вижу совсем другое то есть не то что как бы мне нужно мне не нужно там вот я понимаю что как бы это в писании это как со свидетелями иеговых вернемся обратно к тому что в одном месте написано не сотвори себе идол а в другом написано что совсем наоборот вот даже вы такие слова цитировали когда я это запомнил и это тоже самое то есть лучше в этом не копаться потому что в любом случае вот как вы сказали изначально было слово и в этой в этой массе слов то есть в евангелии да там все равно найдется ответ на любой вопрос до начал бы я копаться я нашел бы ответ на этот вопрос а вот протестанты вот я вижу да они вот нашли они цепляются за этот контекст и отрезают все концы все они на своем стоят они 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 не говорят что это писание они говорят что это это так написано в писании мы так считаем так может быть есть контекст какой-то может быть один апостол отталкивался действий другого апостола как бы нельзя читать писание найти какую-то букву обрезать предложение и бегать с буквой вот я нашу евгений есть каноны шестой вселенский собор сосед когда никаких вописок не было там 7 век и там сказано не толковать священное писание вопреки тому как истолковали святые отцы я не буду копаться я не буду ты должен четко знать ответ не просто так это может так можно так спрашиваем светили его это лжесвидетели под именем иеговы кто такой христос это архангел михаил но это безумие полное учение христос как а христос имеет начало он его сотворил он единый во святой троица он бог бог и бог явил себя во плоти павел пишет тимофею и поэтому они библию отбросили новости мирный перевод а когда их захватили 6 человек переводчики они одного предложения не могли перевести а то обманщики поэтому сектанты они не имеют у себя священство благодать и освещающие они не имеют права крестить это самозванцы когда фана верон и корей которые живем провалились четко и ясно и писать эти апостолы рукоположили рука положили епископов а они следующий и так до наших дней а где этого нету там ничего нету господь говорит кому простить и грехи проститься на ком оставить и оставить вот сидят баптисты в обществе там собрание спрашиваю кому это сказано апостолом а дальше не знает ну а дальше епископом оставлено это это с первого века сохранились труды и игнатия богоносца игнатий богоносец антиохийский епископ брошенный на арену риму а это тот мальчик был младенец который христос брал на руки это мученик у него осталось шесть посланий шесть посланий они не знают ничего этого для них библия 11 книг от него отбросили дальше делает свои переводы а там совсем другие слова ну да я знаю много вот я на моем пути вот последние там последние десятилетия много встречалась вот и все пытались меня затянуть меня там вплоть в храмы пытались в дом и молитва мне книги дарили свидетеля его я даже их читал но я в то время не понимал что это даже не синодальный перевод а это какое-то трактование но но новое трактование для нового времени это меня потом уже понял когда начал интересоваться и вот у меня эта книга лежала и вот буквально в этом же году думаю у меня нету писаний у меня есть у нас тут в нашем спасопреображенском храме городе как бы если про теории которые там уроки ведет и он раздает книги он просто раздает то есть любой желающий приходит и раздает он на телевидении ведет телеканал есть телеканал у нас на телевидении городском и он там свою передачу там беседая вечно то есть рассказывает цитирует книги и вот он там сообщил что можно прийти и я вам дам храме книгу я пришел за эту книгу меня других книг нет у меня лежит там сидели голову мне когда-то дарили там библию потом гидеоновские лежал и вот я а вот дорофея понял добротолюбие слушаю много кого слушаю но слушать одно все-таки читать это совсем другой более приятно держать книгу руках и получается вот я хотел обратиться вот в библии которую мне подарили свидетели его там подписали и вот я как бы как маятник и да и нет и да и нет и все равно получается так что не взял книгу ну то есть не ну как бы не начал читать эту книгу повторно когда-то давно читал но как бы как сейчас читаю то есть не стал взял гидеоновская вот прочитал там некоторые статьи нестоглавы прочитал некоторые и вот услышал что и все равно меня било сомнение било сомнение что и гидеоновская но это как-то неправильно должно же как-то быть оно все обобщенно не должно бы там эмблем никаких вот зачем эмблем но есть образ христа все этого достаточно ну там можно там добавить какой-то ну из из исторических сведений там венец там много всяких изображений на книгах даже православных почаевская у нас лавры печерская лавры у нас и ну издают они книги но я читал гидеоновская и все равно вызывало сомнение ну сейчас отбросил перестал читать сейчас попусту нечего читать а таких книг тратить деньги хотя я нашел вот недавно искал буквально там 60 рублей если в русских деньгах книжка евангелие такое красное ярко-красное сибирское издательство вот поэтому как бы и не стал обращаться к этим книгам было на такое ну и следующий вопрос у меня вот это еще когда я читал эти все книги когда был как маятника говорю если человеку не в чем укорять себя не будет ли неукоренность близнего провоцировать не понял даже о чем речь вот как бы нужно шукарять себя ну и нужно не укорять ближе ну вот вами дорофеевы дорофеи там сказано что укорять нужно ну когда про соринку в глазе и про бревно и когда нужно укорять себя не ближе ну часто я просто иду по улице и и хотя сам раньше такой же самый был как бы вызывающее одеваться одеяние вызывающее и ну как-то ну оно гложет и вот вот если вот человек уже перестану полностью кай укорил себя ну хотя бы в этом узком аспекте укорил себя в одеяния да и идет человек который не укоренный вот как быть вот просто опускают вижу вызывает какую-то эмоцию вызывает все равно хорошую нехорошую просто голову опустил глаза опустил но все равно эмоции эмоции но потом же возникают мысли и я вот отбиваюсь отбивайся вроде бы и сам же пытаюсь укорять себя в одежде но когда вижу других она почему-то вызывает осуждение вот я не знаю как здесь быть и вызывает ли это провокация ли это или это просто я не до конца библия есть библия есть дома библия есть библия дома есть нету как так но есть праздник крест есть и а аудорофеева и все да никакого аудорофеева библия должна быть святая библия как-то геоновский завет да как нету совсем у вас дома библии нету да какой же вы какой же вы верующий то это же я читаю то есть телефоне в электронном да нет вы библии имеете руками ее прикасайтесь вы каждую электрону поле погасила свет и нет библии изданной православной церкви возьмите какие же это деньги то там написано евангелие от иоанна вы же не знаете 1248 господь вертия не сужу вас слово которое я говорю она будет судить вы испугайтесь это вздрогните начала мудрости страх божий 1 7 соломона притчи как так так если мы не знаем писание мы слепцы писание христос 5 39 евангелия тяно говорит исследуйте писание как-то исследовать когда у тебя нету никаких электронных это дорога ты едешь где-то библия о христос говорил не об электронах свитки лежали исследуйте а потом исследуйте сами себя первое послание к темопею 4 глава 16 тыси и говорит вникай в себя и в учение и занимайся сим постоянно дабы так поступает спасти себя и слушающих тебя а у вас все такое шатко и вихляется и знаю не знаю есть не так библии нет так а разбили нет еще нет вы слепые просто это нельзя так библия в первую очередь и вы даже ежедневно считать поставь за правило не сяду за стол пока не прочитаю главу ветхого нового завета вы должны как и серафим саровский говорит ум должен плавать в евангелии чтобы не сказали ты во свете библии сразу увидишь а какой вопрос не задай вы не знаете те говорят хорошо это а то что библии нет руках вам и сатана играет как хочет вы не серьезно относитесь к спасению если вы решили ездить на машине вы права даже получить а право это значит знать правила если кто-то юридический институт кончает он должен знать как разрешить споры для этого есть определенное правило уголовный кодекс и гражданское законодательство гражданское а вы ни одного не знаете а чего вы скажете то вот я зашел магазин но у меня а виды аппарат я с него с подходит охрана а здесь нельзя снимать агра почему но нельзя и все я говорю триста тридцатая статья уголовного кодекса делает вас виновным я на вас тут подам да я говорю такая-то статья называет 27 гражданского кодекса говорит я не имею права снимать только в пяти местах первое когда закрытое седание заседание государственной думы нельзя снимать второе военные корабли из военного корабля третье таможенная зона от выхода едете где на таможне стоите и вся зона где там нигде нельзя снимать и дальше министерство электрификации газофикации все больше нигде остальное ну конечно в суде там так и так можно судья разрешит будешь снимать нет значит бывает там малолетние изнасиловали или что-то а так вы вы идете в царство небесное вы хотите разрешить неправильно человек одет а вы не знаете как эта книга языки или 3 глава 18 стих и говорит если ты видел его согрешающего что у нее платье выше задницы в трусах от них идет ты не обличил ее она погибнет но ее кровь я взыщу с тебя потому что ты промолчал это вы не просто говорите вы сами себе петлю надеваете но если ты говорил а он не слушал он погибнет его кровь на его голове а ты спас свою душу запишите языки или 3 18 20 а чего смотреть будет у вас еще и нету где книга не знаете книга должна быть в руках у вас книга написано и нес ангел вечное евангелие книга вы зашли сюда приобрету я уже на просто у нас такие цены за облачные на все это как бы какие-то скажите сколько стоит библия и кулирует ну если я посмотрел просто курс если два с половиной то на ваши деньги ну вот тысячи рублей до двух тысяч но разве это дорого вы работали ну вы же получаете да что значит 2000 2000 это жизнь вечная библия я имею ввиду что допустим данный момент до этого я же вам объяснил что у меня как бы было несколько вариантов чтения то есть и электронной гидеоновской новый завет и церкви гидеона новый завет только раздает они библии не раздают притом у них все на дальний перевод правильно это не их гидеона это не церковь это распространитель священного писания они никакой церкви не относятся там могут православные быть старообрядцы католики так что евгений приобрету я вот уже на пути к этому я же говорю я нашел буквально просто у нас как бы слишком много придают этому значению там кожаные переплеты начинают всякие выделывания там гравюры но мне она как бы ни к чему и тратится я думаю но все равно где-то должна быть книга который вот как ваши книги просто обложка твердый переплет и все неважно но ищите ищите прям купите завтра же сегодня уже не успеете пойдите берите только православные синодальные издания синодальная что на первой странице написано синодальный перевод это лучший за 2000 перевод а остальные даже в руки не берите тогда видно будет у вас какая-то грань есть священникам дано право прощать отпускать грехи ни один сектант за это не берется ни один мула ни один еврей не возьмется у них нет права на это бог дал это православным католиком григорина армянам коптам и сирийцам вот 55 которые от апостольских времен идут все остальное за этой щеткой гранью ересь погибель тебе не нравится католики григорина армян есть у них можно получить не но я к этому отношусь как бы я вот знаю что они веруют какие-то каноны и многие каноны католиков православных там всех разных верующих которые веруют они совпадают вот я просто верю в эти совпадения ну я понимаю что много плохого и там и я понимаю что много православной церкви приходит людей которые одержимы чем-то там даже которые приходят после протестантов приходит православный храм и я понимаю что у него в душе такие ли биения которые многим людям и не снились вы знаете что не смотрите на это у вас куда-то ум такой это не твердый библия должна быть в руках вы даже ее прочитать и прочитать в год раза три от корки до корки полную библию прочитать 89 часов требуется всего полную 77 книг а вы ни разу не прочитали в интернете зарядите аудио библия моим голосом насчитанное зарядите библия аудио лапкин и сразу будет она у тебя может я на сайте зарегистрировался там там видно в рубриках там все библия библия тогда можете слушать но на обязательно надо считать чтобы ты мог вернуться посмотреть еще раз пересчитать я фиксирую то есть я вот когда гидеоновскую книжечку читал то я фиксировал главное фиксировал которая мне по душе которое я допустим на своем пути встречаю эти вопросы и как бы ответы на эти вопросы ну скажем так то я как бы фиксирую то что думаю значит это важно для меня значит так богу угодно апостолы писали писали дальше переписывали это огромная была стоимость от руки переписать не сделать ошибки а сегодня огромная стоимость стоило вообще явление этих от руки от руки когда переписывали а сегодня то она продается библия ну сколько тысячи две до каких это деньги то 2000 сегодня для человека которые работают за границей смешно даже даже у меня минимальная пенсия и я обязательно себе приобрел бы я могу взять с собой не надо электричество заряжать а со мной в камере а когда сидел в камере было у меня новый завет он весь странички сморщенные от слез салтырь там и новый завет каждую неделю я просчитывал целиком от корки до корки салтырь за каждые два дня вот салтырь я рукой переписал несколько раз это самая большая книга в библии ну я это любовь любовь я понимаю я когда когда я хожусь за пределами страны я могу прийти греко-католические храмы да да то есть мне это труда не составлять я вижу колоссальное отличие вот я был ясной гури был в польше самый большой вообще как у нас печерская киевская лавра самое большое в европе скопление вообще верующих ясно гура в чемстахове колоссальное отличие ведь и вы не твердая и на вас сатана все время покушается там баптиисты адвентисты каждый думает тебя перетянуть они видят вы никакой а вы ты хорошите нет у бога не так если ты не в церкви ты за бортом корабля в море церковь это корабль построены христом они через 1800 лет придуманы киприан карпагенский говорит у них не крещение осквернение кому церковь не мать тому бог не отец а он мученик умер за христа епископ карпагенский киприан 4 век я жить я насчитывал 12 книг 12 того златоуста поэтому конспектировал составлял симфонию на них это радость что бог дает тебе тебя свежий разум вот я встречаюсь с сектантами они только начнешь говорить они уже прячутся они понимают здесь сила здесь мощь православия им когда показываешь это любой спор разрешается начинаешь беседовать он еретик кончил беседовать он же православие принимает идет и крестится из них священники хорошее бывают да это тоже без сомнений а вот и еще такой вопрос по поводу вот езжет всякие нетрадиционные медицины всякие там верования там вот я знаю которые там старой веры там всякие шаманы сибирские всякого всякого много всего не надо не не колдуны они прокляты убогом я понимаю это сосуды дьявола никакая нетрадиционная у нас традиционная болен призови при святерок а как же она тысячелетиями людям помогал ну это же тоже без сомнений вам сколько лет 31 31 а мне вот в июне будет 80 я еще ни одной таблетки не съел и всю жизнь физически физически сон сократи мясо вот в рот не берем у нас алкоголя никакого капли нету здоровья бог дает и все время в труде ну да я когда приезжаю к сестре за городу тоже как бы там хозяйство громадное кто там постоянный труд там прям на каждом шагу труд вот не считая там гектар этих соток огородов не получается постоянно там находиться а когда на работе тут он и там совсем другой труд вы у бога просите рождение свыше любви к богу к слову его а так это что я вам говорю это ничего не не даст потому что вы в этом уж состоянии засохли это не годится вы никакой да как так ты видишь и сказать не знаешь что не знаешь так мы коснулись одной темы вот у меня на сайте если вы на сайте будет я вам скину еще я отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса в университетах в милиции воинских частях три радиопрограммы я вел пять университетов люди студенты записками подают и там полный ответ что об этом говорит на каждый вопрос библии что говорят святые отцы что говорят жития и что говорят канона по четырем параметрам самые полные ответы на нашем сайте и это разбито на 55 папок допустим вы сказали староверы там есть старобрядки таким количеством информации вы пугаете любого человека сейчас современное общество так построено что им нужно все минимизировать и доступно делать а у вас прям прям такое количество я нигде в мире не встречал ни одного канала даже самые известные звезды у них нету таких вообще количеств у меня на сейчас я скажу даже сколько вот шесть лет нашему ютубу 12 тысяч 834 ролика это заслуживает большого уважения и они сами это времени сколько и вы столько всего успеваете и столько много времени на тракте когда вас смотришь кажется что время не то что может быть резиновым время может быть как дым но я встаю допустим три часа ночи все с трех часов а остальные вставить 440 я должен до 6 закончить у меня три часа уходит на утренний разбор почты поставить новые ролики а каждый день сегодня поставил 13 роликов за день и и какие только поставил сейчас 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 я посмотрю минутку гляну так сейчас минуточку ну вот я по только что поставил сколько минут прошло 10 часов назад уже 4625 просмотров вот некоторые ролики больше полмиллиона всего просмотра 25 миллионов 25 тысяч подписчиков тем более мы не интригующее название не ставим а я беру место описания и объясняю кто щедро сеет щедро жнет там а милости не допустим а люди ой они взорвали интернет две бабы голым задом идут сверкают они взорвали еще не а поносили или что чем они взорвали бабка стоит как правильно чистить сковородку три с половиной миллиона просмотров народа совсем утупевший просто не беру все такие видео но это ни к чему я видел видео где 10 часов гвоздь в воду забивает вы увидели осмотром но смысл я даже это не беру счет это это пыль это этого не должно существовать вообще это это никакому уму непостижимо как люди тратят свое время на такое вы женаты или нет нет не удалось надо что не удалось чтобы невеста была верующая поэтому сам быть верующий с неверующей ты не разведет это разведешься и жизни не будет они непослушные она тебя будет третировать подкаблучником будешь ты должен уверовать и молить бога весом на честно так как я в данный момент отношусь к вере и как мир относится ко мне я никогда так не относился в детстве да там храм ходил с родителями прям так чтобы читать молиться посещать воскресенье праздники каноны то есть такого никогда не было это буквально вот пару лет вы услышали сейчас что потом еще прослушайте нашу беседу библии только купите послушайте это не деньги для библии нет что за деньги когда христиан казнили им отрубали головы и продавали по весу золото сколько голова весит столько золота чтобы дали и и они набирали деньги выкупали головы а голова ничего не дает кроме счастья к этому святому погибшему а это библия святая у вас ее нету для меня первый раз я встретил в этом году человек верующий библии нету это не то что ненормально супер ненормально исправлю эту ситуацию давайте один последний вопрос и будем уже вот вопрос заключается в том что когда на в одном месте в одном ну скажем так грубо говоря в районе огромное скопление всяких права даже православных вместе в перемешку с всякими протестантскими храмами домами молитвами и есть центральный большой храм но буквально там два километра от него еще один храм другую сторону три километра еще один храм нормально ли это имеет так как бы не есть как бы когда мы считаем житие святого климента римского они построили 75 церквей а потому что людей там почти полмиллиона сослали сколько людей у мусульман так как вот 10 человек уже не входят зашли дальше давить некуда все строим новую мещать хоть рядом хоть где тут надо смотреть вопрос сколько людей то а может быть один храм на достаточно на целый город никого верующих нету а бывает так что они верующие а храмов лепят лепят и куда лепят не знают они могут оплатить не свет не за землю нужно разумно у нас большой храм строился порядка 15 лет сейчас строят храм главного для военно вооруженных сил ужас я смотрел новость ну все тогда евгения мы поговорили хорошо покупай библию молись сходи на исповедь да а вы когда были крещены в детстве а как крещены погружение в младенческом возрасте но кто это подтверждает вам чтобы крещеных под погружением ну да свидетель свидетели есть да все нормально ходи в храм исповедуйся найди священника который может открыть свою душу и просил бога любви к богу и к библии чтобы мы слово божие любили это путеводитель светоч выгодит слово божие есть светильник ноге моей и вы хорошо делаете что к нему обращаетесь как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать свет сердце вашем это светильник маяк я вам скину тогда стихотворение скину брюсова брюсова о библии вы считали ну все тогда ну все тогда до свидания до свидания храни господь вас выключаете